Мой ММР. Это видео уроки, статистика, а также прикольные квесты, которые абсолютно бесплатны в отличии от Дота Плюса. Они запустили автоматический анализ матча по реплею. После каждого сыгранного отобой матча, сайт получает реплей, по которому в дальнейшем все четко и детально объясняется. Минимум действий и максимальное количество профита. В итоге, указав на ваши ошибки и недочеты, сайт дает в конце список рекомендаций. Лично мое мнение, сайт просто офигенный и ссылочка на него будет в описании. Мой ММР. Начни бесплатно. Всем привет, друзья! У нас сегодня в выпуске Сумия на инвокере в новом патче. Приятного вам просмотра. Наблюдаем за игрой лучшего. Нас часто просят записывать Сумию, но мы не можем слишком часто этого делать. Хочется как-то более разнообразить контент, но тем не менее, эта игра всегда крутая. За ней всегда классно наблюдать. Посмотрим. Два четвертого уровня сейчас на дата плюсе у Сумии уже имеется. Хочу заметить, что у него 61-й ранг играет он в этой игре не в паре с друзьями, не в какие-то папочки катает, набивая статистику инвокера. Он играет в соло рангеде, то есть против равных противников, ну, более-менее равных. Вот. Игра обещает быть интересной. Вот. И дефолтный закуп от Сумии на инвокере приносит себе сразу же флазочку. При этом нулик и фаррифайр плюс армбранч он уже себе купил изначально. Ну и лайн против ДК. Надо сказать, ДК не самый сильный мидер. У инвокера после, наверное, левела 5-го будет настолько много дэмэджа, что ДК, в принципе, не будет ласхитить крипов. Может, кстати, его очень хорошо разминает пока УДК. Это, конечно, подрезает тут дэмэдж инвокера, но будет ли этого хватать? Непонятно пока что. Все-таки есть еще форж, который также может дамажить дополнительно. Ну да. На самом деле форжи, которые режут армор, это тоже очень здорово. Против того же армированного УДК. С ДК там уже всю ману потерял. У него есть еще два манглса, но на самом деле он выигрывает мид, причем выигрывает сейчас уже не сильно. 8-0 грипп стату ДК и у инвокера 3-0-1. Молодец. Молодец. Обычно сумея у каждого игрока, которого мы записывали, который играл против сумея, он вот перекейсивал, причем сильно. Вот вот здесь ДК показывает хороший результат. Ну, ДК один из тех героев, кто покупает со старта топорик и у него арного дэмэджа, по-моему, 57. Вот. И плюс топорик, ну, достаточно реально много урона. Он с куками стоит. Ему хватает хп, чтобы вытанковывать все это дело. Ну да, сейчас он донесет себе соло ларинг, тогда может отспамливаться. Не идет пока что. Ласхидус умеет и уже в два раза опережает. Потому что это вторая минута. Молодец. По пипу, кстати, можно сказать, что команда Дайра проиграла пик, потому что у них, во-первых, Эмберспирид в керри, вообще что это такое? Это как будто бы мета из 2010 года. Во-вторых, у них дабла Underlord плюс Титан. То есть Титан, на самом деле, в харде нужен какой-то герой, который может подконтролить персонажа. И Титан просто будет в него наваливать. Но Underlord, то свою веру, то и качает в левеле на девятом, на восьмом, если потребуется. Вот. И плюс Switch Dog расстанавливает очень сильно Титана. Ну и ДК. Ранний путь достаточно. Спитера в лейт будет выходить. Потихонечку. Но у них неплохой пик под инвокера. Там три героя, которые, по сути, могут врагов держать на одном месте. Титан всех слипает. Плюс Underlord держит всех на месте. Плюс Dark Willow кидает первый спелл. Кстати, забирает сейчас с умею. Выход от VR-ки. Ну, он передавил. У него не было варта на миде. То есть он не видел вражеских героев, вражескую перетяжку от VR-ки. VR-ка, кстати, имеет 125-ый ранг. Ну, не сильно отсветан в лейтинге, а примерно на 200 ммр. Из-за этого варта VR-ка просто подошла на ноги днем причем. И дала просто стан, задувку. Свой пауэршот в лицо инвокера. И он рассыпал. На самом деле он просто передавил. Это, наверное, его ошибка. На мидерах, когда тебе не дают вард, на самом деле лучше принести его с первых монет. Но не с первых. Но до четвертой минуты желательно приобрести вард. Потому что, когда наступает ночь, большая вероятность, что инвокера выйдут гангать. Все-таки мидер, хоть и имеет escape в виде инвизор, но многие не качают векс. Ну, в том числе и сумея, так рано. Он на каком берет? На шестом, например? Ну, вард у него в миду стоит. Стоит? Он у него стоял вард? То есть он... Ну да. Он стоит уже довольно давно, но вижена просто от него не хватало. Когда была ночь. Кстати, да, он действительно 5 минут стоит. Тем не менее, не видно было. Не совсем удачно, просто поставлены. Чуть-чуть-чуть дальше, если бы поставили, возможно, этого бы хватило. Ну да, возможно. Это вот комментатор. Смотрит, смотрит, вор и не видит. Ну, нет, не отменяет того, что Варка молодец. Сделала все очень хорошо. Даже под вардом настигла инвокера. Да. Красиво создано. 18 на 27 крипстату. ДК по-прежнему выигрывает. Почему выигрывает? Реально 10 крипов. По надворцу это достаточно много голды. 400 голды для 5 минуты. Это весомое количество золота. Но суме будет сложно возвращаться в игру, потому что счет 6-1. Там просто все линии проигрываются сейчас. Такое, конечно, бывает. На самом деле, нынешняя мета, она полностью построена на игре оффлейнера. Оффлейнера плюс четверки. Сейчас плейстайл такой, что ты пикаешь какого-то виспасской мага и идешь унижать вражеского кири героя. Твой оффлейнер бустится. Вот здесь это легионка и андерлорд. И дальше игра строится именно вокруг этих героев. Они делают какие-то мовы по карте. Вот на инокере. Особо ничего не сделать, потому что андерлорд будет фармить много времени. Санстрайк на самом подошел слишком быстро и близко. И подставил сам на фраг. Да, но не опять же, и опять же в эрке-то не видно было. В эрке, как всегда, откуда ни возьмись появляется. Ну да, ну, своевременная перетяжка, своевременный телепорт. Вот, и андерлорд на самом деле такой себе плеймейкер. Что он может делать? Фармить, втанковывать. Какие-то соло фраги он точно делать не может, в отличие от легионки. Ведь даже если плюс один какой-то будет, то он особо-то и не убивает по ходу игры. Тут есть такое, конечно, андерлорд герой сильный, но у него куча контроля всякого неприятного. Хорошая пассивка. Но убивать он, к сожалению, толком-то и не может. Это верно. Да, если сравнить опять же с популярными оффлейнерами, сейчас это легионка, бист какой-то, который, допустим, дает одну клавишу, герой стоит в контроле, ты его бьешь очень долго и очень больно. Оставляется ДК на пару тычек от Тавра, тот же коллснапс у меня. В него кликает им. На самом деле ДК уже плевать. Я вот думал, что типа инвокер будет прям хорошо себя чувствовать на миде. У него действительно очень много дэмэджа. И когда ДК ему режет урон, 25% там, по-моему. Да, действительно, 25% от дэмэджа. У Сами остается 80. И он потихоньку, конечно, камбэк и покрепал, но тем не менее, насколько все-таки хорошо ДК Мидс стоит. И как игрок, и как герой. Да, ДК комфортно себя чувствует против инвокера, как оказалось. Знаешь, можно было бы усомниться, если бы на миде был какой-то другой инвокер. Ну да, да. Ну, видимо, этот герой действительно хорош против инвокера в виду. Я даже, честно, не припомню, приходилось ли стоять мне на инвокере против ДК. Вообще-то, не помню такого. Вообще, на самом деле, не так часто ДК встречается в играх почему-то. Ну, в последнее время он часто появляется, кстати говоря, он на второй пик взял инвокера. Я же посмотрел ее. Видимо, видимо, ДК уже стоял такой. Мы такой, кто играет часто на миде. Как же близок сейчас с уме был к смерти. Ну да. Чуть-чуть, чуть-чуть. Повезло. Не связала Лерка. Ну, кстати, уже ДК фушит Тауэр. Остается буквально третья пола Таура, и Ембр делает телепорт в район Мидо, чтобы за ДФ идет за Тауэр. Ну, и просто Реминанта выкидывает, и, возможно, это будет фраг, да. Вот такой вот Эмброс перед Керри, который не АФК фармит, а именно делает перетяжки. Но он линию свою тоже проиграл. В Легионке 48 на 17 Крепстат, а у Эмбро 27 на 3. Да, но к Легионке, к сожалению, он вообще ничего не делает. Легионка вообще комфортно стоит против этого героя. Да, сейчас из-за этой методы, когда активы приходят в хорду два героя, причем достаточно сильных героя, твой пул героев на керри очень сильно ограничен. Ну, во-первых, очень круто смотрится Варлок пятерка в нынешней мете, потому что он нон-стопом хиляет тебя, в дальнейшем по игре он полезен. Вот мой банально просто из-за хила, и хил, который вывершится с ученом врагов в виде дамеджа, он тоже выглядит неплохо. Байбек от Спектрит, не Рейдж Байбек, она получила уже два ассиста и один килл. И один килл, да. Вполне оправданный байбек. Вот, и каких керри героев стоит пикать против такого давления на харде? Именно саппорт Варлок, можно брать какого-то Вич Доктора, тоже классный герой. Как раз таки, виджокер в команде Рейден прокачал себе хил. Хороший спал. На керри часто берут всяких троллей, ну, в принципе, плотных, с армором. Вдруг миссы есть в виде топоров. Фантом Ланцер неплохо в этой мете заходит, ее, кстати, банят очень часто. Прозоры. Ну, то есть такие герои, которые более-менее вытерпевают давление от даблы, и по игре будут не бесполезны. Да, сейчас на позиции керри вызывания намного тяжелее стало играть. Ну да. Да. Что верно, то верно. Опять отрезает дэмэдж, что остается все равно 104 единицы урона под тремя сферами экзорта. Все говоря, будет попытка убить деканов, он хорошо, очень размансил просто вот всех. Да, красиво сыграл. Драквил. ДК прям хорош. Хорошо, хорошо все делает. Первый пан... Крепстат уйдет. И... Да и панатворс, в принципе, тоже. Молодец. Телепорт. Окс, набор делает ДК. Возможно, тут сейчас будет какая-то стычка. Андерлорда, наверное, тут уже не отпустится. Хотя, кто его знает? Кутернициация хорошая и забирает Вич-доктора. Вовремя оказалось тут Драквилову и Шейков по Андерлорду. Все еще пытаются его забрать уже. Четвертая... Четвертого уровня по варшоту у Эрки и Файк продолжается ДК дает с самого Стана управляется в Таверну и... Возможно, еще будет Погоня за Драквил. Нет, ее все-таки отпустили, хотя у нее не было ресурсов. А там, тем временем, Эмбер Спирит убил Легиона. Да, что-то невероятное произошло. Видимо, занаглел игрок на Легионке. На самом деле, как-то вообще возможно. Ага. Это Эмбер Спирит без Флейм Гуарда. Вообще. Все равно просто не качал. А-а-а. То есть, у него раскачивает первый-второй. Вижу. Это очень необычно. Ну, не сказать, что она абсолютно бесполезна. Где-то месяц назад я раздумывал, а действительно ли это так плохо? У тебя хоть и нет в Флейм Гуарда, ну, допустим, когда в тебя физушники ставят на линии, там, допустим, Брестал Байк, шикает нам стопом. Второй спелку, ловница всего 6 секунд, до пора по героям 120 и твой родной урон примерно под сотку. И суммарно каждый 6 секунд по 220 дэмэджи заряжать, ну, это не так плохо. Так что... Может быть, он гений просто. Вполне возможно. Ну, отправляется выфармливать себе аганим. Конечно, очень много вышло денег на расходники, на то же ПТ, базилка, второй нулик, это очень много денег на расходники, но без них тоже было бы сложно. Ну, так часто делает он. Три спота все-таки фармятся, даже если ты тратишь деньги на то, чтобы покупать себе Clarity, в дальнейшем у тебя хотя бы появляется экспо. Допустим, потратил 50 голды, заворвил 100 голды, но не особо такой профит в чистом золоте, но ты получаешь нарук, который для иного кира это, наверное, чуть ли не самое главное. Да, наверное, самое. 14-9 счет, 2000 вонотворца преимущество сейчас у Радианта. Кстати говоря, Эмбро сейчас вместе с Титаном без ресурсов пойдут домой, продолжают догонять и ВРочка имеет еще шейкл-шот, у меня тоже ли все-таки. Очень активная игра и пока эта активная игра не касается инвокера, он пользуется этим и, конечно же, фармит. Уже есть у него стопы в визарде на грядущий аганим. откинул метеорит, зафармил пачку крипов сразу же, чтобы не стоять на линии, не появляться, потому что сейчас он понимает, что если будет светиться на линии, всегда будет вероятность того, что к нему придут в гости. Он метеорит откинул и сместился в лес, продолжает фармить с себе аганим. Собственно говоря, самый важный артефакт для инвокера. Смотрю, кстати, на его закуп и я понимаю, насколько сильно он просел по таймингам. Да, во-первых, не грейдил базилку, во-вторых, у него же обычно 15 минуте аганим уже был готовый. А сейчас не так все хорошо. И стики он также не брал себе на лайн, хотя в принципе против ДК стики это очень хорошая айдем. Буквально каждую первую и вторую пачку ДК задувал стопом. ДК пытается найти какой-то соло фрак и мокер что-то чувствует и уходит просто отсюда. Мог подставиться только что. Но чуйка лучшего инвокера в мире работает на ура. Аккуратно уходит в нижнюю часть ляется, понимая, что он на верхней части враги. ДК, кстати говоря, опять же дублей пытается рискать и не знаю, правильно ли он делает, потому что он может спокойно прессинговать товра. На самом деле сейчас, по-моему, очень большая ошибка то, что свой прессинг враги остановили. И как раз вот дают это вот самое незначительное время инвокеру пофармить. Не знаю, по-моему, здесь такой пик, то, что здесь как раз только инвокеру и можно было бы все время уделять. У эмберспирита и так все не очень хорошо было, поэтому... При всем аутфарме от легион командера она получает только первую дуэль на 15-м минуте. То есть 10 урона, конечно, хорошо, но он мог набить себя гораздо больше, если бы делал бы какие-то перемещения по карте более важные. Семь мид выходил бы. И врагам сейчас, чтобы контрить инвокера, ну, очевидно, что инвокер фармит эти 3 спота. Очевидно, что он фармит еще возле топ-шрайна 2 спота, где аншинт и медиум спот крипов. Поставьте там ворды, поймайте инвокера один раз, отложите его гоним там на полторы минуты. Ну да, каждый выход будет постоянно вкладывать его гоним позже и позже. И в итоге они бы просто могли закончить эту игру. Да, плюс инвокер имеет 13-ый левел, и с него присыпят достаточно много экспириенса. Допустим, если ДК легионка просто зайдут туда, а на входе у инвокера нет центрей, то есть никак не увидит он Шадоублейд от ДК и станет. Должны были что-то сами придумывать, но тем не менее. Синвокер подошел, получил немножко экспириенса, подсветил с сунстрайком, кстати. ДК. Дорфил, к сожалению, забирает, не успевает на раскасываться в улит, но легионшек сейвит ДК тоже. Хорошая стенка и ДК. Умирает от рук инвокера, и инвокер получает почти 500 голды. Какая хорошая драка для инвокера. Так же, она его приятна приближает к агониму. И теперь до агонима остается буквально 300 голды. Сейчас он как раз таки зафармит пару спотов и агоним уже будет готов. Для что делает? Вот задрота. Я часто наблюдал, когда он три спота здесь стакал два с собой и один фражон, три стака делал. Он умеет, уж сумею, умеет, это точно. Тогда если ты знаешь, просто тайминги всех спотов, когда не проводятся, 1 на 53, другой на 55. Если правильно запомнить, то на самом деле не так что сложно. Убирают убивают и убирают андерлорда на топе через дикен командера, через ее дуэль, но разменялись поэтому возможно еще подставится умрет. Причем от санстрайга. И это агоним готовый уже вас в пятерку инвокер уже готов давать прокаст из четырех способностей. Ждет кстати говоря инвокера спектру я так понимаю потому что легионка и верка в таверне дк он никак не убьет потому что есть shadow blade ждет очевидно тут не будет фармить единственное кто тут может пойти это спектра герой такой что старается стоять вначале сайвова давить только по мере необходимости загуливать спектра не собирается сюда поэтому суме сейчас просто время потерял немножко ну на самом деле не особо то и терял он всех хрипов формил фражом так что нормально в принципе хрипов не пропускал вот так вот еще и фрак с инстрайком делает кстати witch doctor очень хороший герой против underlord он его настолько сильно испепеляет underlord силен тем что у него есть пассивка и вражеские герои просто от руки меньше гораздо дамажат а вард witch doctor его dsward пульта то есть она проходит сквозь пассив пандерона то есть урон не снижается никаким образом там просто по 60 потом по 105 и по 150 дамаж отлетает и underlord так сильно страдает плюс еще есть maledict который также бьет больно на самом деле не серьезно передравцали легион снимает вообще все спалы вражеской команды cold snap руты dark виллу руты эмбра тендерлорда стан титана абсолютно все дисплейт легион своим хилом свадьба с первой стороны конечно и кого где-то куда круче забирают мдроду в очередной раз в легион уже 38 урона от дуэли и есть почти половина бкб все очень плохо для команды суме хотя паран творца если посмотреть то они выигрывают всего лишь одну тысячу 8700 инвокера ну инвокер вывалился на первую строчку не сказать что у инвокера супер много но он действительно камбэк ну и камбэк ему прям порядочно ну вот эти вот отдельные санстрайки там залетавшие плюс он неплохо пронес нижнюю линию зафармил все на ней и тимфайтер парочка хороших был он да как забрал на миде плюс экспо получил плюс ассист и параллельно еще качался аркейн руну подобрал одна из самых хороших рум для инвокера в принципе кстати говоря вич доктор то спалился его находит андерлог и инвокер скорее всего сейчас будет догонять санстрайка закастовал чтобы возможно подсветить либо добить не попадает санстрайком видимо думал что ведь человек сейчас побежит в обратную сторону немножко чтобы точно попасть дал наперед и дает хороший рассказ по дупл килл мантура но еще и зацепил просто метеоритом меч доктора и добил соответствова говоря инвокер тут скорее всего умирает да подловили его успевает доставать инвиз и просветки нет да врк четверка я так понял но действительно это позиция четверки на ней до 100 нет грубейшая вообще ошибка попадает по инвокеру павершотом но толку а плюс врк сделала очень неправильный мув после файта можно его обсудить до дека тут должны забрать хорошая связка вот мг спиритом если попадет ветра им будет отлично но ветра слишком маленького в двоечку всего лишь векс поэтому ветра не сильно далеко летают попадает бластом но метеорит в окно выкинул нужно наверное отойти потому что тут же регион капрыгнул получил очередной дуэль 52 дэмэджа и когда убивали на топе инвокера когда дека дал стан в эрко вместо того чтобы продлить стан и ультануть в инвокер она дала стан в андерлорду то есть по жадности хотела забрать двоих а по итогу они инвокера отпустили а это был герой 16 левела и с него бы столько присыпало плюс у него в моем стрит небольшой но тем не менее трикило по-моему вот и из-за жадности просто не забрать инвокера собрать по сути бесполезно на тот момент еще андерлорда дело такое кстати андрич по игре много сделает он сейчас возьмет себе наверное еще дальность способности он всегда будет кастовать файр штром файр шторм точнее вот и против спектры против легион шеи дека урон по процентам он конечно же очень сильно бьет тем более в лейте хороший спал на всей стадии игры вот если инвокер будет раскастовываться и под это все андерлорд успеет положить свой второй первый спал то будет конечно отлично да я же как раз сделал то что контроль очень хорошая для инвокера массовый стан массовый рут плюс дарквилла еще рутит тоже массово под инвокера прямом отлично смотрится это конечно здорово будет знаешь как если инвокер будет заходить со спины дарквилла нажмет террорайз героя будут бегать в обратном направлении оттуда оттуда хуже спине встречает инвокер со всем своим прокастным арсеналом пух из пушек выдает пытается найти инвокер верточка подставляется но вы тут чуть промахнулся тут не сказать наверно что он промахнулся потому что верочка могла убежать вправо ровно назад и влево но она выбрала влево инвокер не угадал это уже дело случая на самом деле все в арке достаточно большой он спит под виндраном так что цепляю тут дк полетел сон страйк по дк пока что не хватает демиджи но разлом от титана завершил начатое все говоря уверен ли что она хочет удраться к сожалению прям не хватает крапуля чтобы зацепить спит труд уже фичдокер раскастовался вложу залетел метеорит с бастом мокера и файт еще идет инвокер старается держаться все время на рейчон понимаешь всегда всегда держится в стороне аккуратно играет а вот сейчас я так подумал насколько у команды радиан то мало урона по местности то есть вот сейчас инвокер собирается билинген сферу а он уже нивелирует линкой легионку с ее дуэлью потому что она пока купит бкб куда фармить сейчас себе она уже купила ну ладно плюс верка в соло его теперь не убивает с линкой да верка по-моему и так в соло не было у нее 1200 хп и локер просто разворачивался бы и давал бы ей по щам вот но дк вот основная проблема герой виза который выходит и дает стан на три с половиной там 325 действительно было очень невриятно точные спалы тем более такая там легион как светилась увидел ее инвокера там бкб оказывается у легенки у нас здесь линка которую не чеку кстати говоря он специально подошел и специально подставился под дуэль в один момент не стряхнулся назад и понимал что легенка ультанем клинку легенка без бкб дк тоже продолжать догонять врагов и разлом немножко неточный но напугал сократил количество отходов легенка подхилил еще дк но не уверен что они вообще тут кого-то поубивают на самом деле они идут сейчас особо без ресурсов сильно очень давят ну да разворачиваться титан звукер 400 маны тоже и андерлорд без маны аспектора с радиансом и 20 секунд если она сейчас потянет файт как вот бежит как раз таки врг догонять кого-то немножко неточный шейкл шот и пауэршот в том числе линку прояснил андерлорда чтобы лего не задуэлило и легенка не дуэли соответственно потому что линка висит неприятно нормально они смогли отойти не потеряв никого ну да сейчас преимущество в одну тысячу даже на стороне дайр они как-то по волшебному камбэкнули на самом деле я смотрю в лес тут 4 сентри стоит 3 в топе 1 в боссе очень хорошо поставили сентри на подходах чтобы фармили чтобы не было вот этих вот самых выходов от дека и они немножко застопорили его фарм он теперь стал играть менее активно возле этого товаров вообще не понимаю почему дека не спушил бот там стоит тавер 600 хп можно было конечно выезд туда и драться сейчас вот стадия игра заходит ту стадию что откидываться есть чем есть эмберспирит у которого появляется уже у него уже есть ботов юрик появляется линкен сфера инвокер естественно один из самых сильных героев на х граунде там стенку поселит и фаршами скиднет крипов надо бласт много кучу всякой дрени поржи еще тоже там охраняем средств ну и один из самых да вообще нет у них у них все герои просто от хэграунда посмотреть титан разлом станут астрал кидает нажимать тяжело будет очень замокера дарквилла под титаном очень легко кастует ульту шипы свои розы ужасно вообще пик на хэграунде именно поэтому их нужно было давить до 25 минуты на самом деле они могли что-то придумывать потом собирать рошана и заходить на хэграун пока у эмбера того же не появлялись вещи и у инвокера пассивно как-то сыграли да немножко позитивнули и скорее всего это сыграет субь да мы не он командир андерлорда там выркан нормально уже наваливается с ультимейта у него уже есть артефакты но дарквиллу сочный герой для нее 7 армора и 1000 всего хп так что да действительно дарквиллу он быстро забирает кстати очень хороший выход сейчас был стоит пойти забрать рошана но перед этим поставить какой-то вардик возможно перед хэграундом они пошли на рошу но инвокер все еще может сдевхать скинет санстрайк да действительно санстрайк прошел вич доктора сейчас поставить хорошее вижу если они сейчас успеют да не добежать вич доктор здесь стоит ли уделять ему внимания сейчас а куда они уходят с рошпита уверены ли да они одновременно и рошана дефокус или инвокера забрали сделали вообще все очень правильно стоило ли обращать внимание на своем вич доктора не знаю но я не думаю что они просто прошли бы сквозь вич доктора потому что есть сказки есть ульта увд нужно было конечно нельзя просто взять и пройти сквозь героев но если ты не имеешь какого-то блинка хотя бы просто какие-то ветра откинуть попробовать время потянуть про шпина на верка в соло бывает мб спирит у которого был полный запас хитпоинтов но тем не менее она действительно дамажит очень много ульта второго левела будем считать что убил фул хп сбивают аегис в спектре но три героя в твердня находится 20 секунд еще не будет инвокера и т2 упадет скорее всего должно падать всегда здорово что аегис отдали именно в спектре потому что этот герой сейчас имеет всего лишь полторы тысячи хп при том что даже у инвокера 1800 и у спектры нет никакого айтема на сейв то есть нет неон гуарда не тарас хорошо время тянут эти герои уже инвокер яснулся и в итоге они даже т2 не потеряли они не потеряли потому что дк не имел формы ультимативной у него кд бкб было на самом деле тут надо купить просто всем бкб в том числе и в арке кстати в арка тоже покупает себе бкб как же сложно все-таки закончить против этого инвокера да конечно поначалу так внимания и не обратил я на то что у них такой пик ведь если представить действительно как жить тяжело пушить против такого пика но все равно онлайн против такого пика выигрывать очень легко из лайн да тут просто нужно было давить самом начале на но у них еще есть стадия когда все покупают бдб и делаются с ними вот спектра она все-таки решила купить себе тараску она любая сперва поставила себе манту ну конечно хороший артефакт против эмбера против лордон против многих изражеских героев много что скидывает но плотности абсолютно не хватает тем более что на команду нет никаких тим артефактов легионши не собирает ни кримсон ни пайп ни любое другое сейф поэтому спектра нажимает ультимейт тратит ульту не уверен что оправдано потому что они забрали дарквилл героя пятой позиции но и тавры естественно тоже не изнесли то есть абсолютно ни к чему потратил мульту а тем временем еще эмбр разменялся в вич доктора то есть 11 по саппорту да тут легионка получает себе очередную дуэль вот прям знаешь кстати говоря инвокия может настрелять хороший тэп аут декал спидрида нету бкб и она возможно не уйдет немножко неровный метеорит да спектру подловили и вот в чем проблема вот вы убили дарквилл почему бы сразу не собраться в пятером имеем бкб и снести этот т1 тавр очень большая вероятность даже тавр никто не будет дефать огромная просто вероятность потому что вас пятеро у вас раз два два бкб на команду и врк с миллионом дэмэджа плюс спектра супер плотная поделитесь вокруг тавра нет смысла убивать героя на другой точке карты если ты не сносишь важно для тебя какой-то стратегический объект товара шрайна рошана что угодно бездарные замесы кстати говоря успевает дарквилл среагировать нажала второй скилл астрал когда легенка в нее прыгала при том что легенка прыгала шадлблейда из латара ой салтара и из линка читер на самом деле читера в доте очень много так что кто знает вдруг действительно читер так посмотришь порой гений как-то кликают супер быстро а то постоянно знают где ты находишься находят себя а вариване как не фиксит эти читеры очень жаль я сам знаю одного человека читера который уже полтора года юзает читы ну как он сказала типа и не борется вообще как-то возможно только в чем интерес трада игры непонятно но плевать даже на интерес что делать с теми людьми которые играют против него вот это вот обидно это прям очень обидно вешаешь автохекс автор чит это ужасно возможно автоматически доджишь все сплы тоже сильная штука не получается никого найти нарисуют на карте где находится все вражеские герои очень хорошо надали смог он тут зацепили андерлорда возможно будет ответный байк там почти от катаклизма ждет грунтер его там добили его осталось буквально полезный фраг забирают дембра инокер откидывает бласт нужно наверное бежать потому что файт проигран в 0 эмбра моментально стерли очень худой герой и 4 в 1 файт научила это что это пятерка вич это совсем не то что хотели команда дайер когда в шли в смоках но прям реально не очень все получилось на самом деле там был ответный смог очень красивый от дека и в арке они зашли тоже в спину получается молодцы разыграли прям как надо и решил суме кстати покупать себе хекс он сначала закинул в губасе в бкб но потом подумал что все-таки хекс будет эффективней да ему тут бкб не нужно очень много сполов которые линкой сбрасываются и один скил вообще сквозь бкб надость по сути нет никакого огромного магического урона только врк от молний дамажит там что-то но так по сути лучше выйти в какую-то плотность тот же хекс нам дает немножко хп от ульти май турба 200 250 вот но и сам эффект хекса мана и контроль отличный контроль спит труб которой нету бкб либо наоборот хекс героя до бкб из инвиза функционал у хекса очень большой на сейчас выступает они позиции защиты ждут каких-то действий от врагов вообще не понимаю как они могут делать что-то вот вне своего хэкграунда мы видели что только что произошло возле топ шайна трейдент прям без шанса вообще проиграли файт и им нужно убивать либо соло героев каких-то которые отпушивают лайны либо драться на своем хэкграунде либо в рашпите каком-то чтобы аккуратно скулы нажать и выходят в смоках им желательно найти сейчас какого-то кор героя если они наткнутся на саппорта будет совсем нехорошо сумея бегает тем временем в инвестии он должен идти первый дарпил немножко торопится как мне кажется потому что сейчас смог заревелиться к скизаревелиться смог и находит дарпил регион командора нажимается ультимативно не успевает нажать сбили сбили сбила линку и дуэль ванвокера инвокер скорее всего умрет здесь инвокер умирает ббк у инвокера нету здесь нужно отходить и бежать в сторону базы чем быстрее тем лучше тут просто без шансов опять неудачный смог не знаю почему вот учитывая предыдущие ошибки они как бы не поняли что нельзя с ними драться в открытой местности там бкб а вы бесполезны то есть если враги нажимают бкб на твоем хэйграунде ты можешь отойти парьенец переждать как-то а там ты не отойдешь там пустой лес там еще шаринка тут же тэпмуса героя и все-таки позиционирование по файту очень сложно и нокер должен был идти первым начать с хикса потом может форс на себя куда-то в сторону должен должны были продолжить тиммейк у них немножко не такая концепция пика вот рейтинг могут смогах выходить хоть бесконечно их га у них летит и летят они по над ворс аж 16000 и да преимущество конечно большое кстати говоря легионка не успевает нажать хилл но туда мы же наверное не хватит андерлот прям слишком по-моему что-то нагло прилетело сейчас закройте глаза не смотрите на этот тут же дуэль от еще и элдер тайтона и титанчик тоже в таверне ужасно но по-прежнему они не снесли хайграунд эмбер спирит пытается постоянно отбрасываться в кистами в эрк отратит бкб для того чтобы убить курьера я не уверен что это стоит того 38 39 минута и как бы легионка передавила не нажала бкб и бкб под конец но тем не менее уже хитпоинтов не имеется хороший проказ тут сумей и дабл сунстрайк после дэкп залетает от катаклизма чуть-чуть совсем дэм уже не хватает чтобы убить спектру поживает успевает дороги луна тела дарк побежал добил спектру это очень круто и смотри он догнал а ты же не видишь этого я то вижу я смотрю со стороны всех игроков да и он попал по нему а я восьминай вот и дык прям по стенке пошел чуть-чуть не хватило конечно чтобы бингу это на рошан идеальный момент чтобы забрать регицы так это какой рошан по времени это второй рошан с с с сумей будет неплохо конечно забрать аегинс на самом деле ему бы можно обладать аегис и сыр потому что интересно файт продолжается забирают одного героя и уже четыре героя в тавернии сейчас абсолютно бесплатный рошан чтобы дарить рошу еще немного выигрывает времени если кстати бэбэк бэбэк то можно было как-то подыхать с дк потом уже я снулась бы легионка за могли на самом деле потратить два бэбэк спокойно очень долго бьют рошана уже герои рисуются и если бы все-таки был бы бэбэк они бы задефали бы этого рошана и скорее всего это было бы конечное почему вот на просцене именно когда файт возле рошана найдет все бэбэк потому что никто не хочет отдавать все столь огромное преимущество во-первых голда на команду во-вторых две жизни на коре ты можешь не нажимать бэкбэ в-третьих сыр ну не знаю очень большое преимущество а сейчас вот несмотря на 15 тысяч нетворса отставания у них все-таки имеется аегис это вторая жизненная грубо говоря 6 героев а еще сыр на эмберспирите да эмберспирит поживет подольше правда от сыра будет мало толку если ты будешь стоять в дуэля ну у него тоже нка есть если он будет аккуратно позиционку держать у него кстати 25 левел и у него реминанты кулдавница очень мало минус 25 секунд установления заряда он такой решил взять вместо два заряда от фистов не знаю правильно это или нет игроки на эмберспирите если что в комментариях обязательно напишу ну мы продолжим ну не знаю обычно на магическом на эмбере берут такой талант ну да прокасываться умеем легион команды не успевает она нажать бкб да ничего она не успела нажать и может залагал паузу поставьте ее торнадо по троим сейчас выжгет просто ману всем еще и всех домой отправляют отличная комбинация говорят дофил помакирования немножко не попала по таймингу это не стоит страшно потому что ноги продолжает наизор дисперсии это разбивается он ему все равно у него есть аега старая жизнь здесь дк тоже умрет скорее всего есть просветка просветка есть есть ген ген отлично вот так вот камни салива или трех самых важных героев что произошло с легион шей я вот смотрю инваки дал в нее рассказ дал бласт после бласта по моему первую там полсекунду ты не можешь нажимать бкб потому что толчок происходит а потом почему он же вроде подклусный он был или нет я не попал не припомнишься но все равно типа после после каждого тика полс на потом можно взять бкб насколько я знаю может он пожалел может он залагал но бы пересмотреть в дом этот момент уж самому интересно стало и уже пушат не радианта пушат дайер 43 минута это я не знаю не по подлече у них есть байки вообще у них нет байки ауды а у спектры и легионка сейчас рестница а у дуга 900 жалты у воду к не у него хватает точки спекера решила бы бакнулся решили не ббк от санды как судя говоря ну не вариант не ббк вот сейчас главное не подставится и санчис умирает это проигранная игра про ты прыгаешь избивает линку с бкб прыгает и бкб в никуда уйди просто ну и он же заканчивается это конечная линия параллельно забирают еще весь доктор за контроль легион команды и бэйбэк на дк не нажимал ему просто плевать и ночь с игра закончится hello разбудить его ну кажется что теперь поставок умерла легионка да все мы уже все джонгер бэйбэк нить хотя бы видишь доктор проснились хорошего визу кирпой байкается и спектра попыталась расписываться нужно было купить его блудмейл в последнем файте перед бэйтом точнее и станут дк в крипал уже на панике просто играют не понимаю что делать вроде бы принять что было огромное сейчас же преимущество 0 голды и их просто раскатили по сути пока хорошую шейкл по двум героям не хватает пока что дэмэджи андролорд все-таки такая цель не не самая простая возможно игра будет заканчиваться потому что и мокер может натворить очень много грязи нет до с 5 до сих пор поднимает двух героев тормана и сжигает ману почему такого бкб не жмёт почему он потерял всю ману абсолютно все бкб 5 секунд и непонятно на самом деле ну такая еще есть бэбэк ладно но варка уже понимает что конечная варка купила себе аганим вместо бкбшки и они расслабились очень сильно за стоит и наказали такая еще живет но его тоже тоже отправляют в таверну г.г. 44 44 вот так вот заканчивается эта игра да знаешь ну настолько вот отдать преимущество как и же не хорошо дрались не все хорошо делали воемен заходили на фигра он кабель даже на фиге все но почему вы не байбэкались чтобы за дефать рошана вы могли во первых забрать не отдать айгаса себе забрать это же здорово это очень здорово для файта тем более с вашим до пиком дуэль но какая разница трон уже падает вот так вот 45 44 хорошая игра интересно это был сумия пишите свои комментарии всем спасибо за просмотр всем пока